Рекордные темпы роста цен на вторичное жилье в Казахстане начали замедляться. По предварительным данным аналитиков рынка недвижимости в мае, стоимость квадратных метров осталась на уровне прошлого месяца, а в некоторых городах квартиры даже немного подешевели. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индир, с чем связывают такую тенденцию? Думаю, что с уменьшением спроса, напомню, в апреле вступили в силу новые пороги достаточности для изъятия пенсионных излишков и уже тогда число сделок купли-продажи сократилось на 12%. Средние цены на вторичном рынке жилья в мае остались на уровне апрельских. Такие выводы сделали аналитики портала Крышки.Зет. По их наблюдениям, в семи городах произошло снижение. Больше всего на 2,7% квартиры подешевели в Талдыкоргане. В Алматы на 0,8%, но жилье в южном мегаполисе по-прежнему самое дорогое. В среднем за квадратный метр просят 651 тысячу тенге. В столице снижение тоже произошло, но незначительно, на 0,3%. Квадратный метр стоит примерно 474 тысячи. В семье квартиры, напротив, стали дороже на 2%. Напомню, городу возвращают статус областного центра, поэтому спрос на недвижимость определенно есть. Среди всех городов семей лидирует по росту цен с этого года. С января он составил почти 13%. Подорожала недвижимость в Караганде, Актубе, Кустана и Уральске. Что касается прогнозов, лето традиционно характеризуется затишьем, поэтому цены могут, если не снижаться, то, по крайней мере, стабилизироваться, считают участники рынка. По их мнению, спрос в эти месяцы будет зависеть от общей ситуации в экономике и уровня доходов казахстанцев. Некоторые же эксперты не исключают и дополнительный рост за счет притока россиян в страну. Отмечу, в целом, с начала года квадратные метры стали дороже на 7%, ну а годовой рост на вторичном рынке составил 23%. Инвестиционные убытки несут три компании из четырех управляющих портфелем ЕНПФ. Об этом сообщают аналитики первого кредитного бюро. По их данным, Центра Секьюритис в этом году ушла в минус более чем на 40 миллионов тенге. Би Си Си Инвест почти на 36 миллионов. Убытки Халлы Глобал Маркет превысили 72 миллиона при портфеле в 2,5 миллиарда. Главной причиной этого у всех компаний стала переоценка ценных бумаг. По мнению аналитиков, на общем фуне неплохо выглядит Жусан Инвест, чей инвест-доход за 4 месяца превысил 35 миллионов тенге. При этом в процентном соотношении прибыльность была даже выше, чем у Национального банка. Напомню, ранее Первое кредитное бюро сообщало, что доходность пенсионных активов, находящихся в управлении банка, сильно проигрывает инфляции. Связывали они это с переоценкой иностранной валюты. И к международным новостям. Массовые распродажи намечаются в ближайшие месяцы в американских торговых центрах и магазинах. На фоне обострения геополитического конфликта крупные ритейлеры в эти месяцы увеличили закуп товаров, опасаясь сложности с поставками. Из-за высокой инфляции в Штатах и роста цен на бензин покупатели значительно сократили расходы. Люди теперь экономят на дорогой одежде, бытовой технике и прочих не столь необходимых покупках. Поэтому запасы у ритейлеров по данным категориям выросли, а вот продажи резко сократились. Только в распределительных центрах Walmart излишки товаров превышают 30%. Склады переполнены, дороже бизнесу теперь обходится и хранение. Компании перешли к агрессивному снижению цен и различным рекламным акциям. Многие универмаги среднего уровня активизировали скидки более чем на половину категории товаров. Ожидается, что такой сценарий в ближайшие месяцы будет продолжаться. Аналитики Reuters считают, что ограничивать масштабы распродаж в американских магазинах могут только проблемы с нехваткой рабочей силы. Эталонная марка Brent уверенно приближается к отметке в 120 долларов за баррель. Причин подорожания нефти несколько. Одна из них – ослабление ограничений в Китае. В Шанхае крупные объекты возобновляют работу с июня, что свидетельствует о возможном росте деловой активности. Толкает котировки вверх и новости о сокращении запасов бензина в Штатах до минимального уровня для данного сезона. Трейдеры также внимательно следят за обсуждением запрета российской нефти лидерами западных стран. На прошлой неделе цены выросли на 6%. Аналитики Банков Америка прогнозируют, что Brent может подорожать и выше 150 долларов за баррель в случае прекращения поставок из России. Если Евросоюз откажется от эмбарго, они сохранятся на уровне 104 долларов с перспективой снижения в следующем году до 100 долларов за бочку. Это был обзор деловых новостей. Алмаз, на этом у меня все. Эфир твой. Спасибо, мы идем дальше. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!